В преддверии дня пожарной охраны России на территории 2-й пожарно-спасательной части Черкеска состоялся квест. Для участников мероприятия огнеборцы подготовили небольшое количество заданий. Легко ли облачаться в полную боевую экипировку пожарного? Примерила на себя роль огнеборца Альбина Ламкова. Это огневая одежда пожарного. Время, за которое он должен одеться, составляет 20 секунд. Идеал 17 секунд. И поверьте, это очень сложно сделать. Она очень тяжелая. Естественно, не похожа на нашу повседневную одежду. Вес обмундирования со всей экипировкой составляет около 30 килограммов. Надеть журналистам боевую одежду пожарного понадобилось больше времени. Для человека нетренированного дело не из простых. А с какого раза получается одеться хотя бы за минуту? За минуту? Хотя бы за пять. Сначала, как и вы, будущие пожарные не торопятся. Они обучаются только. Ну а потом уже даже и время никто так не засекает. В силу специфики работы пожарные обязаны одеваться оперативно, затрачивая на это минимальное время. Для того, чтобы это осуществить, одежда огнеборца должна быть заранее сложена и находиться в отведенном для нее месте. Надевание самой одежды пожарного не более 27 секунд. А на отлично 21 секунда все-таки. А я сказала 17 секунд. Ну, немножко вы нас в рамки еще загнали. Да? Так это рекорд будет, если за 17 секунд? Ну, на самом деле, рекорд есть и за 14 секунд. Первая задача – надеть боевую одежду пожарного, которая защитит от высоких и низких температур, выполнена. Затем прочувствовать на себе труд пожарного, оценить риски необходимо было на выезде. Тут тоже дорога каждая секунда. Выезд был для разогрева. А впереди – настоящее испытание. Учебно-тренировочный комплекс. Теплодым камера. Не страшно, но больше даже есть спортивный интерес попробовать, как оно там. Теплодым камера помогает спасателям отрабатывать на практике работу в непригодной для дыхания среде. В средствах индивидуального защиты органов дыхания. Это баллоны, которые рассчитаны на время работы не более чем 40 минут. То есть здесь условно необходимо пройти не более 30 минут. Все как по-настоящему. Нулевая видимость, вспышки огня и крики пострадавших. Но это для учений пожарным. Не просто. Хотя нам упростили задание. Мы без дыма. Лабиринт небольшой, но очень сложный. Самостоятельно пройти все испытания под силу только профессионалам. Очень сложно пролезть мне. Я считаю себя миниатюрной. А как это сделать пожарному? Не знаю. Несмотря на то, что пришлось потрудиться при прохождении испытаний, участники пожарного квеста остались довольны. Получили мощный заряд энергии и вдохновения. И еще раз убедились, насколько профессия пожарного опасна и сложна. Насколько сложны были испытания и какое больше тебе понравилось? Очень было сложно. Но самое крутое – это залазить в машину пожарную. Это было очень сложно, но очень интересно. Альбина Ламкова, Ринат Мука, Вести, Карачаево, Черкесия.